добрый день дамы и господа здравствуйте дорогие друзья ну и сегодня у нас уже традиционная подготовка к ивенту ивент этот будет проходить завтра начнется в 13 00 по московскому времени главным героем ивента станет соответственно ядовитый мантас ну а мы поговорим обо всех героев по чуть-чуть ну соответственно синие эпические и легендарные если что-то с голосом не так то у меня ну добавок к тому что я простыл у меня еще и плюс то бишь воспалился у меня зуб вот сегодня поеду к стоматологу вот видос запишу вам и рвану удалять грустно печально но куда деваться ну ладно а мы переходим более веселым чем все-таки событие события есть шанс получить неплохо карточек какого-то героя и возможно он у вас заиграет в колоде итак начинаем мы с культиста это синяя версия худу то бишь вот его 11 уровень и призывает он пуст перед собой кустик 022 который имеет шипики и дает шипы 4 случайному союзнику ну соответственно там дальше будет это повышаться по поводу пробуждение вот она меня пробужден на 11 уровне ну и можно там угнать на 16 и также пробуждать у него ничего нет не улучшается вот как есть так и есть ну и давайте запросим пусть будет давайте поговорим о его духовных связях соответственно это у нас приспешник зла то не и куба соответственно лот и ми госпожа ба из предыдущего и винта я надеюсь сию достали и не будет у вас этим проблем также оба синий ну и синяя то не сожалению нету здесь пересечений с и винтом героев то есть все духовные связи должны вы уже делать самостоятельно по поводу его применения но опять же ну в башне яме иногда вот этот пустик еще как-то может помочь но хотя конечно все это такое и есть гораздо более сильные редкие герои которые вам будут попадаться ну как стрелок закрытый кустиком ну такое себе есть есть и ладно переходим к следующему это у нас людоящер призывает одну руну смерти на случайные вражеские клетки в линии и при атаке отравляет врага просто там конечно очень низкая даже учитывая то что он у меня пробужден только на одиннадцатом все равно статы конечно низкие на 16 на 21 ну сами видите единственно что отрава будет повышаться и будет 2 руны смерти они появятся получается аж после 16 уровня по пробуждением у него тут ничего не меняется то есть время одна руна будет только будет увеличиваться отравление врага по духовным связям его это соответственно у нас жонглер кинжалами матриарх иона анок тритон джакси ну голиаф и опять же матриарх иона с нею версия вот мало у меня конечно сделано но я как-то даже не задумывался об этом я там по синим связям все равно прохожу поэтому как бы не особо я и парился вот опять же ну его применение но иногда кстати вот с этой руной смерти он может еще там ну башни как-то зайти в яме ну просто выкинуть его и выкинуть просто герой для того чтобы скинуть чтобы побыстрее нормальные попались вот в принципе и все ну и богомол редкая версия редкая ипостась мантаса крадет атаку случайного врага отравляет двух случайных врагов то есть он у меня получается вот готов к пробуждению на 16 уровне ну и соответственно по статам вы все видите опять же ну я башни может зайти пьями тоже иногда по атаке он очень неплох то есть даже для синьки той же самой по атаке очень даже неплохо и может иногда там добить кого-то или еще что-то сделать в общем такой побочный по поводу его духовных связей это соответственно эрик серый это вот худу то бишь его эпическая версия которую вы можете выбить тут и соответственно сделать ему духовную связь это снэйк также это эпическая версия легендарного героя снэйка то есть тоже из этого события здесь соответственно у нас болт и цукамагами здесь у нас тенгу и худу ну и здесь у нас вот опять же сны синяя версия его можно спокойно уже одну духовную связь сделать ну как обычно них один герой духовными связями другие мимо пролетают то есть если у вас есть и герои хорошо проскочить и без проблем вот в принципе все что касается редких героев теперь по поводу эпиков то есть опять же начинаем с эпика худу проклятый шаман призывает тотем 022 перед собой и сработало исцеление союзника получает плюс к атаке ну вот так он у меня выглядит пробужденным у меня на шестом и одиннадцатом уровне в принципе я его практически не качают только вот перекидываю когда надо карточки на худу духовным связям его соответственно это кровавая мэри это оба все время вылетает из памяти это то не соответственно елки-палки да что же такое то блин ну елки-палки сейчас где ты там вот это груд вот вообще вот из головы просто вылетела реально то есть что помнил что не помнил это грунт так духовные связи вот эпическая версия грунта эпическая версия айсберга соответственно предпевшенной зла эпическая версия кобы ну и эпическая версия то не я вот ее выбил с магазина желаний вот эти магазины желания эпические мне конечно сильно подфартили в принципе практически всех эпиков недостающих я достал это здорово и новичкам это тоже очень сильно поможет вот за это панораме спасибо как по редким магазинам ну такое себе а вот именно эпические довольно трудно было достать эпики не всегда не про явkach призывах новые попадались мне например вообще уже сто лет там ничего нового не упадало а здесь вот прям радость этот эпический магазин ну его применение опять же он может неплохо постоять на самом деле в той же самой там башни ли яме его можно поставить ну даже не обязательно вот так вот у меня был до 11 прокачан 037 ну нормально нормально живет себе потихонечку там ничего по плюс атака у него не самая маленькая так ну переходим к следующему это змеи-убийца в конце хода крадет атаку у врагов дальнего боя при появлении врага ближнего боя дает ему ей минус к таки ну неплохо опять же башни яме это вообще нормально заходит конечно про лигу мы все что касается эпиков редких мы в лиге даже не упоминаем причем у меня также пробужден на 11 вот можно гнать его на 16 и также потом пробуждать ну и по духовным связям его это анак эпическая версия эпическая версия матриарх иона и дискордии вот так же эпические версии джакси и ханака ну и легендарные версии это анак матриарх иона и эрик серый вот в принципе все что его касается очень даже неплохой герой на самом деле ну и эпическая версия камакурос это будущий мантас крадет атаку у врагов плене при атаке отравляет врагов вокруг атакованного на определенное количество урона на 11 это будет там 11 например по атаке опять же довольно неплохо 64 атаки то есть может неплохо зайти в той же самой опять же там либо башни но в некоторых ситуациях в яме если напрямую прямой урон именно в босса проходит вообще замечательно то есть там под петом может влететь там и 80 и тому сколько угодно вот так же он у меня пробужден на 11 на что мы 11 уровне вот можно гнать его потихонечку на 16 по его духовным связям это соответственно дом жизни это худу это снейк легион лич эпические версии эпическая версия эрика эпическая версия худу и эпическая версия снэйка 1 то есть опять же вот все что касается мантаса ну как бы главный герой на него вот эти связи как раз и завязаны это что касается эпических героев ну а мы переходим к легендарным их версиям ну и мой фаворит мой любимчик это худу офигенный герой который поможет вам пройти но очень много глав приключений то есть он просто там будет вытаскивать мертвые партии вообще просто красавчик в паре с друидом он там работает вообще великолепно то есть возвращая урон варлорда меня там он возвращал и по тысячи по полторы тысячи по 2000 варлорда заваливая их просто за один ход ну как то так отличный герой и в игре в лиге его вижу не так часто и сам я его довольно редко использую но использовать его можно он есть и у на самом деле неплохо то есть начале хода исцеляет героев ближнего боя на плюс 13 при появлении союзника дальнего боя дает ему есть способность при атаке призывает куч с шипами перед собой призывает тотем 0191 в моем случае перед собой изначально этот тотем там я уже сейчас не помню полтинничку по моему на первом уровне как раз и будет что-то вроде этого может еще меньше вот герой на самом деле неплохо ну конечно учитывайте что вот этот вот его умение что дает вкус например она не будет работать с той же самой мизу которая призывает перед собой он не будет работать и плюсом который призывает перед собой здание там это врата ада эти то есть ну как то вот так то есть это тоже надо учитывать но вот это вот его исцеление очень даже неплохое плюс она еще повысится на следующем пробуждении на 16 то есть она вообще станет очень даже неплохое там будет дальше только больше а тем также будет расти вот 287 384 497 ну и вот тут 635 то есть вот так вот по духовным связям его это кащей энли и госта вот и мэри тенгу и коба это не вот такие вот у них духовные связи переходим микс лейку его я достал из магазина желаний но вот уже карточек нападала на одно пробуждение и в принципе тут хватает еще чтобы его на второе загнать но не хватит карт чтобы его нормально там качать ну вот может нападать и винта посмотрим его на самом деле герой опять же неплохо хоть его и крайне редко используют зайдет он в ту же самую колоду на воровстве атаки потому что вот в начале хода он крадет атаку у врагов кроме природы природников сейчас не так много на самом деле используют поэтому кражи атаки у него будет проходить просто замечательно ну а так вот получает неуязвимость на один ход при выходе на поле то есть не убить его зафранца в начале хода крадет 22 атаки у врагов кроме природы и при смерти призывает две руны смерти на случайные вражеские клетки но это будет расти опять же будет три руны не потом вот 4 даже 5 будет рун на 26 уровне у него вот но у меня пока что две руны но он у меня всего один раз пробужден и вот потихонечку я его гоню на второе пробуждение на самом деле опять же повторюсь герой неплохо играть он может и если вам на него надо нападать хорошо карточек не надо расстраиваться герой на самом деле очень приличный ну а мы переходим к его духовным связям соответственно тритоны джакси и друид про которого я упоминал бр и минотавр эрик серый и матриарх иона и анак вот такие вот герои мы переходим и к мантасу главному герою и винта и опять же не самому плохому существу которое могло бы быть то есть при атаке он крадет всю атаку атакованного при убийстве получает здоровье равное пяти минут у меня 50 процентам атаки и сработал отравление врага получает регенерацию плюс 9 но я постараюсь вам полноценно показать как это выглядит то есть то что когда он будет воровать всю атаку и потом получать здоровье он может сразу очень неплохие статы набрать сейчас мы вот разберем этого героя и проведем буквально пару боев там проиграем выиграем неважно просто покажу как они работают по поводу пробуждению на меня про пушки на один раз на шестом уровне ну и соответственно вот можно его дальше пытаться гнать по пробуждением соответственно вот у него соответственно 50 процентов увеличить соответственно там будет 75 процент вот по его духовным связям здесь у нас делал такое это соответственно данди крок мадам агония из предыдущего и винта и шамуна блин вот забыл как ее зовут и сейчас посмотрим реально забыл не могу запомнить абсолютно всех героев ребят это не так просто то помни что не помнишь юрий это по-моему да юрий клинок тени если не ошибаюсь да юрий клинок тень вот сейчас продолжим так юрий клинок тени это как обычно вот уже когда вышел и сразу начинаешь вспоминать герои духовная связь так до юрий и джакси ну соответственно дом жизни и худу и снейк легендарный на 1 духовной связи вот такие вот герои ну а мы сейчас поставим этих трех легендарных героев к нам в пачку соответственно поставим место крысы и поставим вместо 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 вот давайте вместо них вот так вот мы сделаем и сейчас посмотрим их способности поиграем мы конечно же книги ну если упадет легендарный сундук будет как бонусный контент потому что сундук может упасть в любой момент ну посмотрим ладно поехали убор убор 6 лиги я чувствую мы сейчас вылетим как пробка с такой колодой ну хотелось бы все-таки показать немножко понятно так ладно включаем лечение и выпускаем хорошую которую меня теперь три руны раскидывает и постоянных я говорил кидает на дальние клетки засранец у меня тоже есть три к пусть помпом поменьше чем этот поскольку она там ворует так по 81 она ворует как бы сюда ставить его сейчас тоже нельзя по 81 у меня по моему здесь не наберется я могу только ну давайте так сыграем как бы он получает неуязвимость получается но единственное что урон в хорона уйдет получается от стрика то есть мы здесь просто перекроем сейчас ну и вот потом он должен украсить в начале хода атаку а понятно она кинула это ну понятно в общем так окей тогда нам сейчас нужно разбираться с этим до маловато конечно прилетела но нематлон кидает это ясно сейчас если он не убьет ее не точнее не прикроет ее не прикрыл да не прикрыл отлично то мы можем спокойно как бы ее сожрать мантисом вот мы живем ее мантисом вот мы второй раз атакуем получается у нас вот такой вот мантис сразу 194 на 122 то есть мы украли всю атаку нее и получили потом 50 процентов здоровья так то мы здесь можем мы можем здесь в принципе сыграть вот так вот то есть сейчас вот 152 и 141 влетит прям в него ему сейчас надо мантаса убивать ну по-хорошему опять же так а мы можем сыграть вот так вот ну и мы побеждаем здесь как это ни странно вот помог нам и мантас помог не ходу помог вот мы одолели противника ну не самого простого скажем так ну давайте еще одну контрольную игру как раз попробуем получится не получится килл рой какой-то тут так ну здесь нам наверное лучше все таки будет вот так вот начать мне кажется очень сильно хорон помог как вы понимаете хорон вышел рун накидал по быстренькому и очень даже неплохо у нас все получилось здоровье он конечно не берет нормально так и даже не знаю как здесь лучше сыграть на самом деле можно конечно вот так вот но кроме героев природы можно вот так вот но здесь мало получится еще атаку там украдем это будет 140 но убивать нам сейчас его фактически нечем давайте вот так вот пока поставим природников он не отравит как бы ничего здесь такого ужасного пока нету у нас есть немата взрывать на шапан кого-то и поставил в идеале ну хотя бы так так вот ставим мы не даже не знаю как здесь лучше наверное будет вот так вот лучше сейчас лейка выставить не скажем природник и сейчас он поставит своих этих и они мне снег то сольют по идее потому что побочным то уроном никто не отменял его убийство мы посмотрим сейчас как это будет выглядеть а вот так вот даже ну кстати не так и страшно давайте вот так вот тогда ну в принципе в принципе еще и рунки смерти вот мы кинули вот эти руны соответственно убивает на месте так что мы тут можем принципе в принципе мы можем прямо сейчас поставить харона прям сейчас поставить харона может здесь мы убиваем здесь мы убиваем и 115 у него есть один принц то есть если он даже поставить легиона но двойной удар ничего как бы ужасного нам не принесет у нас есть соответственно драгара то есть вот она ставит на руну смерти ну и в принципе все мы спокойно его добиваем вообще без проблем ну как то вот так вот работает то есть в принципе все три героя работает нормально ну опять же это вот мы в 6 лигии играем чтобы никто ничего не говорил то есть видели герои меня абсолютно не той прокачки но конечно понятно что тащили не только они но вот предыдущей игре например манта затащил нормально ну как то вот так вот ребятушки получилось это в принципе героев показал немножко о них рассказал как они играются тоже вроде как показал не самые плохие герои не самые плохие то есть вот они ну давай уже прогрузить при полгода так она у меня тоже что ли вы да да убираем и то есть вот наши герои соответственно мантас худу и и snake принц ящик то есть даже учитывая такую прокачку но я считаю не самые плохие варианты с ними спасибо ребятушки за просмотр завтра стрим в 1300 будем смотреть прохождение будем проходить будем общаться ну а вам хорошего дня а мне не знаю хорошего нехорошего погнал короче к стоматологу всем удачи всех обнял пока пока ребят пока